Боя нас здесь, братва. Ядерно-расветной взоряет ваш экран, а это значит, что сегодня Саныч объясняет, как пользоваться Stable Diffusion. Скажу сразу, что в один ролик я втискивать все не буду. Я буду делать это в формате, так скажем, не сильно длинных лекций. То есть, сегодня мы разберем, как эту срань устанавливать. Завтра, условно завтра, как этим пользоваться, так скажем, в общих чертах набросать. Дальше разберем чекпоинты и так далее, и тому подобное. Так скажем, цикл видосов, где я буду объяснять это все простым и понятным языком. Потому что документации дохрена, но она, по большей части, на английском. И, во-вторых, написано так, что без бутылки не разберешься. Как говорится, explain me like M5. Окей. Для начала. Чтобы не устанавливать веб-интерфейс, собственно, Stable Diffusion руками, нам нужно скачать вот такую вот штуку. Все ссылки я оставлю в описании. Просто нажимаем сюда, и экзешник скачивается. Дальше. На странице гитхаба все подробно расписано. Автоматический инсталлер. Просто задаете папку. clean install и поскакали. Все проще, мать его, за ногу некуда. Дальше. Что же дальше? Во-первых, папка приобретет вот такой вот вид. Я сделал приблизительно вот так. Собственно, здесь отдельно будет лежать сам лаунчер. Вернее, его конфиги. Ну и здесь, собственно, все, что связано со Stable Diffusion. Появляется вот такой вот ярлычок, похожий на какого-то там китайца. Папку я закрывать не буду, потом попозже поймете почему. Сейчас сначала обсудим, что по структуре и так далее. Просто давим на эту штуку, вылезает вот такая вот консольная гадость. И вот тут я должен упомянуть об одном очень важном моменте. Вся вот эта мишура работает исключительно с видеокартами NVIDIA. Почему крайне желательно, чтобы у вас было ну никак не меньше 4 гектаров. Если 6, 8 и так далее, то поздравляю, вы, собственно, в списке гостей. Так вот, что делать, если у нас 4 гига? Во-первых, разберем вот этот вот интерфейс. Вот эту галку лучше оставить. Она просто будет обновлять веб.уи, если у него есть обновление. Дальше. То же самое. Вот эта галка будет проделывать с расширениями. Можно, конечно, задать и вручную, но нафиг надо. Просто при каждом перезапуске она и так будет это делать. А вот эту галку ставить уже чисто опционально. при каждом запуске эта галка, будучи активной, будет удалять все то, что вы нагенерили в прошлых сессиях. Ну, можно, опять же, форсировать события и удалить все нахрен. Ну, я это делать не рекомендую. Хотя, с другой стороны, а шаловливых урочек можно и сбэкапить пикчем. Дальше. Вот эта галка как раз-таки необходима, если у вас менее, чем 8 гигабайт видеопамяти. Она, так скажем, пытается втиснуть все то, что должно влезать в 8 гигабайт. Ну, в 6 или хотя бы в 4. Единственное, что с этой настройкой падает скорость работы. Но это, как по мне, необходимая жертва, чисто для того, чтобы она не жраловая рама. Дальше. Вот этой кнопкой мы открываем папку с чекпоинтами. По умолчанию она находится как раз-таки вот здесь. Вот. Stable Diffusion, Models и, собственно, Stable Diffusion. Вот у меня тут есть немножко. Но это все мелочь. Здесь еще и другие модели есть, потом объясню, что к чему и зачем. Пока не будем забивать этим голову. Модели самой Stable Diffusion лежат вот на этом пути. То есть вот WPE, Models, Stable Diffusion. Дальше. Вот эта штука. Работает как улучшайзер. Моделька VAE. А лежит она буквально в соседней папке. Вот. Она у меня всего одна. Как говорится, могу куда-нибудь залить, если вдруг надо оцинканить в комменты. Ну и с другой стороны, найти их не такая уж большая проблема. Но, наверное, ссылочку на свой файл в описании я все-таки оставлю. Если у вас этот файл должен лежать, по вашему мнению, где-то в другом месте, для вам просто лениво перемещать вот. Выбирайте его тут. Ну, в любом случае, вам необходимо будет сюда забраться, чтобы включить эту штуку, потому как без нее некоторые модели, например, могут себя вести неправильно. Как, помню, использовал один чекпоинт, и он как будто эффект старой фотографии. То есть, покрывал все такой серой дымкой. Блевать хотелось, если честно. X-Formers тоже надо обязательно включить, просто потому, что это быстрее. Некоторый прирост скорости вам обеспечен. Ну, ладно. Как говорится, то херня. Вот здесь у вас будут видны все аргументы, которые у вас в данный момент в командной строке прописаны и нажимаем в заветную кнопку Launch. Вот. Система пошла шуршать, проверяет обновление. Вот. подтягивает некоторую мелочь, так скажем. видимо, чего-то ее все-таки не хватает, но по идее должно хватать. У меня есть одно расширение, которое сключит. То есть, оно утверждает, что вот этот вот клиент не установлен, хотя на самом деле у меня там все в полном порядке. Вот таким вот макаром через инсталлер гораздо проще. Ну и теперь надо некоторое время подождать. есть ли веб-нерфейс запустился штатно, вот продолжает апдейтить какие-то хэши и так далее, подгружает веса, так скажем. Ну, то есть, те же самые файлы чекпоинтов. Что это на самом деле? Это веса нейронов, которые скомпилированы в одну кучу. дообучены на какой-то стиль и так далее модель. Потом мы, наверное, разберем, в чем отличие собственно чекпоинтов, там, лор и всего остального. Ну и вот собственно наш интерфейс. Вот они чекпоинты. Здесь все вкладки, панель управления. Изначально эта штука обучена на разрешение 512 на 512. здесь переключение сэмплеров. Тестировал я не все из них. Единственное, что могу подсказать некоторые, так скажем, фишки. Здесь можно нарисовать чего-нибудь. Ну, допустим, давайте вот фотореал загрузим. Сейчас вот, как говорится, как получить свою первую генерацию. И пока оно грузится, говорим об одной простой фишке. А, собственно, где брать чекпоинты? Начнем, наверное, с первого сайта. Это собранные модели для всего, что только можно, датасеты и так далее. Но это больше такой, так скажем, сайт для более шаристых ребят. Но я думаю, вы же у меня такие, правильно? Так вот, нам, поскольку нам нужны чекпоинты для стейбл дефьюжн, во-первых, выбираем тексту имейдж вот здесь в левом меню. Вот, кстати, воевня для этого. Тот самый файл, который у меня надо бы поменять, на самом деле. Ну, ладно. то есть здесь единственное, что могу сказать, хреново с поиском. Вот, например, вайфу дефьюжн откроем, open journey. Да, стейбл дефьюжн и миджорни это далеко не одно и то же. Но вот конкретно этот чекпоинт очень похож по стилю на то, что выдает миджорни четвертой версии. Да, я знаю, что вышла пятая, но, как говорят, колотия на это хотел. Дальше, как нам нужно чекпоинт скачать? Вот здесь files and versions и вот он формат чекпоинт либо же это формат safe tensors. чекпоинт чекпоинт это более старое и, как говорят сами разработчики стейбл дефьюжн типа unsafe, не такая безопасная версия. Типа злые дядьки хакеры могут там чего-нибудь внедоносное в нее внедрить и все такое. По сути, просто у вас чуть больше вариантов выстрелить себе в ногу, если что-то начнет глючить. Но я с этим не сталкивался, поэтому сильно не заморачивайтесь. Единственное, что если какое-нибудь разрешение будет уже выделываться на эту тему, то да, лучше качать safe tensors. Просто потому, что очень редко требуется именно формат чекпоинта. Поэтому качайте safe tensors и не заморачивайтесь, если есть такая возможность. Весит они все равно одинаково. Прошу прощения. Отсюда таким вот макаром. давайте, ладно, нажмем кнопочку. И вот здесь вот волшебное download. И как мы видим, все уже закрутилось. Все. Про это можно забыть. Так вот. Вайфу diffusion. Но опять же, на обниморде, так иногда называют хоггинг фейс, на обниморде мало превьюшек. С другой стороны, вот какие-нибудь, так скажем, фишки. Если именно автор модели, тот, кто ее обучил, выложил ее именно на обниморду, здесь можно прочесть очень много важной информации, которая может быть упущена в другом месте, а именно вот здесь. святая.com. Здесь все гораздо проще. Здесь вот поиск по категориям. NSFV модели я благополучно фильтранул в настройках, ну просто потому, что YouTube меня забанит, если я начну показывать сиськи ваюся экраны всего лишь. Так-то да, и парнуху ты тоже можешь рисовать. Парнуху, аниме, девочки, всякие там стили и так далее. Но давайте для начала разберемся, что вообще черт подери такое. Во-первых, нас интересует базовая модель SD 1.5. Потому что да, более свежие версии, то есть 2.0, 2.1, они обучены на более высоком разрешении 768P квадратные. Но это они очень сильно зацензурированы в плане сисек-писек и всего остального. Поэтому если ты хочешь рисовать именно взрослый контент, это не твой выбор. Поэтому оставайся на 1.5. Если наоборот хочешь поиграться, ну можешь качать и 2.1. Но учитывая, что автоматик тебе ставит именно 1.5. И второй момент. Большинство гайдов, моделей и всего такого заточено именно под 1.5. Просто потому, что юзеры хотят халявной порнухи. Ладно, опустим этот момент. Для начала начнем с чекпоинтов. Да, без предлагателей начинаем начинать. С остальным мы как-нибудь потом познакомимся, но я вкратце пробегусь. Текстуальные инверсии как-нибудь тоже надо покурить мануалы, честно говоря, даже как-то не сильно. гиперсети это по факту как бы так объяснить-то попроще. Это по факту конвейер из сетей, когда один чекпоинт, то есть stable diffusion с одним набором весов, тот самый чекпоинт, генерирует картинку и перебрасывает ее в другой чекпоинт. То есть это достаточно старый вариант комбинации сетей. Лора это наоборот так скажем надстройка над сетью. Ну как багажник на крыше внедорожника, который в итоге позволяет какой-то большой чекпоинт слегка подмазать под свой стиль. Ну например определенные шмотки, там я не знаю породы кошек, еще что-нибудь, там стиль фотографий, что угодно. Ну ликорис в принципе то же самое, только чуть посовременнее. Control.net мощнейшая вещь, но даже мне не до конца удалось ее постигнуть, когда я это сделаю, я обязательно выключу на эту тему видос. Позволяет очень тонко настраивать то, что ты увидишь на картинке, а именно позиции персонажей в первую очередь. Позы это так скажем одно проистекает из другого. То есть это уже готовые наборы позиций того, как будет стоять персонаж на пикче для того самого Control.net. Wildcards это чуть попозже, когда будем говорить про расширение, объясню, что это. Грубо говоря, набор данных, так скажем, ну список допустим цветов, там не знаю форм лица, фотоаппаратов, на котором может быть снят конкретный пик и так далее и тому подобное, чтобы делать динамические запросы. Делалось это для того, чтобы испечь чуть-чуть больше рандом, большую выборку и, соответственно, найти побольше красивых вариантов в какой-то момент. Ну и прочее, это оно и прочие псы. Что касается типов чекпоинта, здесь у тебя три варианта. Либо это чекпоинт обученный, так скажем. То есть какой-то чувак, ну или там команда скормили датасет, набор картинок в нашем случае, потому что мы текст перевращаем в изображение. Скормили набор картинок определенного стиля, там, я не знаю, короче, объединенный каким-то общим признакам. Может быть, это один и тот же персонаж, может быть, это скрины из игры, что угодно. И на этом дообучили базовую модель. И вот так, кстати, которую мы выбирали. Это немножко другой калинкор, это когда мы замешиваем, так скажем, несколько может быть обученных, может быть точно так же смешанных моделей. то есть берем несколько чекпоинтов и склеиваем воедино в разных пропорциях. Ну, либо все вместе, то есть нам похрену, что именно, там, смешан ли он был, обучен ли он был, до лампы. Ну, и, соответственно, допустим, выбираем, выбираем подходящую или там интересующую нас тематику. Можно воспользоваться поисковиком, поиском по тегам. вот, например, тоже мешанину. Вот здесь можно сразу посмотреть на образцы. Можно, кстати, особо годные промты здесь присвистнуть, если вдруг вам стало интересно. Здесь, потому что по факту еще все данные по генерации. давайте-ка знаете, как сделаем вот волчара. Если вам лень писать свои промты, можете своровать отсюда. Возвращаемся к вебую. Так, где у меня тут Синцвейф Панк? У меня эта модель уже скачена. Поэтому я тут немножко займусь воровством. Блин, у меня почему-то тригуя открылась. Твою-то дивизию. Ладно, это все, конечно, хорошо. Ну, вот, к примеру, копируем промт и вставляем. Так, это чисто номинал. Дальше. Так, дальше, дальше. Так, негативный промт. Это то, чего сеть будет пытаться избегать. То есть, мультяшной стилистики, чего-то трехмерного, хренового арта, хренового черно-белого, странных каких-то цветов и так далее. Я пытаюсь переводить то, что вижу. можно, конечно, сохранить это в стилистику. Давайте засунем нос и посмотрим, что там. Так, 7, 30, или сид я копировать намеренно не буду. Просто покажу один интересный момент. Так, ну пусть это будет 512 на 512. С другими разрешениями сейчас возиться не будем. Так, сид ставим минус 1. Можно нажать вот так. То есть минус 1 всегда будет давать рандомный сид, то бишь зерно, на которое будет опираться система при генерации. Во-первых, сэмплер. Давайте попробуем эйлер для начала, который был в оригинале. Напомню, что промп мы скопионерили. Видите, вот эту меточку А. так называемый ancestral. То есть он начинает на каждом шаге мутировать картинку. Даже в описании к нему написано, что выставлять больше, чем 30-40 шагов смысла особого нет. Ну, 30 поставим. Раз больше смысла нет, то нафига. здесь CWG Scale влияет на то, как сильно картинка будет соответствовать промпту, то есть нашему запросу. Чем больше, тем сильнее. Чем меньше, тем более креативный, так скажем, будет результат. Но в случае с А сэмплерами больше 8 я смысла ставить не вижу. По одной простой причине картинку он начинает жутко размазывать. Если это не сэмплер с пометкой А, то можно попробовать и до 10-12, но опять же, тут чистая вкусовщина и кому как больше нравится. Ну, я ставлю 7, наверное. Здесь пока ничего трогать не будем, про скрипты мы поговорим в другой раз. И так уже затянули. Да, серия коротких видео. Вот балабул. И самый главный момент вот этот. Это сколько, так скажем, пачек будет изготовлено. Я сейчас перевожу максимально дословно, но суть, я думаю, вы уловили. То есть сколько заходов на генерацию сделает сетка. А вот это сколько в одной пачке будет картинок. То есть сколько она будет генерировать за раз в одном проходе. Ну что ж, давайте попробуем щелкнуть, что она нам покажет. И жмем волшебно-оранжевый generate. Ждем. сейчас заодно посмотрим, не проявился ли один интересный глюк. Вот. Пошла генерация. Мы видим, как раз появилось превью. Видно, как оно мутирует туда-сюда. и что-то оно сгенерировало какую-то херню, которая явно не похожа на волчару. Правильно? Правильно. А теперь давайте сравнивать. У меня тут вылезла лора. Я не знаю, в чем прикол, как это лечится. Если кто-то шарит побольше меня, напишите в комменты. Почему то? Придется нажать вот эту кнопочку и поставить здесь 0. И теперь попробуем еще разок. Какого хрена он стоит ко мне спиной? Да и на волчара он не сильно похож. Так уже поинтереснее. Давайте, наверное, попробуем поиграться. Мне, допустим, не нравится, что портрет в полный рост. Поэтому давайте через запятую добавим следующий тег. Теги все на английском. Нет, даже, наверное, вот как-то так. Как-то так. Пробуем еще разок. Благо, на таких мелких пикчах генерация происходит быстро. Не помогло. все равно херня. Попробуем выкинуть вот этот тег. а что если слово фото заменить на портрейт? ой, зря я интер нажал. Ну, ладно, скакали. Во! Это мне уже нравится больше. Ну, на превьюху имеет смысл смотреть только в том случае, если есть какие-то явные ошибки кодирования. Чпок. Слушай, у тебя неплохой волчара. Единственное, что мне немножко не нравится, как он выглядит. Поэтому давайте по приколу уберем вот этот тег. Я сделал Ctrl-X. Посмотрим, как это будет выглядеть. Чисто вот если мы уберем именно ингпанковую составляющую, вау, безумно можно быть первым. Синтетический волчара какой-то. Угу. А теперь попробуем вернуть тег на место, но заменить им первый. То есть вместо синтвоевого стайла мы теперь пробуем чисто ингпанк. потом вернемся на траницу модели и объясню, что вообще я сейчас делал и нахрена эти ключевые слова нужны. Ну, как-то так. Но 1 и 2 по-моему слишком много. Если нам нужно задать единицу, мы просто вот так вот убираем скобки. если в круглых скобках, то это умножение модификатора на 1 и 1, то есть два слоя скобок это будет не 1 и 2, а 1 и 21 и так далее по аналогии. Квадратные скобки наоборот немножко приглушивают. Угловые это, так скажем, чисто технический вариант. потом делаем вот так. Но круглые скобки могут еще применяться следующим методом. Ой, не то. Ставим двоеточие. Допустим, 0, 7 я хочу вбить. и пробуем еще розык, потому что слишком уж ядерные цвета получаются. Вот так, взяв какой-то промт за основу, вы его дошлифовываете под себя. Вот, уже как-то менее такие едкие цвета не находишь. Но уже поинтереснее, но все равно немножко не то, чего я ожидал. А что если мы попробуем сменить сэмплер? Ну, скажем, один из моих любимых, вот этот, DPM2M или DDIM. Вот так. Меняем кирам сэмплер. У DDIM можно и 40, и 50 шагов загонять. Seems interesting, однако. интересно, есть ли у меня какая-нибудь вот Abus Abus Orange Mix. Главное, что по-моему, сейчас сисеку весь экран не нарисовала. Ну, ладно. Вот здесь вот есть волшебная такая папочка. Если вот прям совсем не имется, советую включить режим предпросмотра и сразу видно, что где вот. Вот они наши волчары. Не тот волк, кто волк, а тот волк, кто волк. Наверное, создадим папочку. И пусть они там болтаются. Главное, теперь не загнать сетку в ошибку. Долго что она думает, однако. Ну, потому что микс очень тяжелый. Давайте пока для начала пошарим на предмет. Так. Слава богу, у меня была открыта вторая вкладка по дубликатам. Вот они, кстати. Триггер ворды. Вот. Синтвей вставил и инвейнпанк. То есть то, что я набивал ручками. делается для того, чтобы вот эти вот дообученные веса или что-то в этом духе могли нормальным образом понимать, что позвали именно их. Это как вызвать ученика к доске на уроке. Примерно такая же фигня. Соответственно, для каждого чекпоинт тут своя фигня. чекпоинт мердж. Есть также альфа-версия уже в 3, но это честно, что альфа-версия. Первая ну хуё знает. Довольно ядерная. Ладно, пойдем на главную. Аниме, к примеру. Я ни разу не анимешник, но сейчас загрузил 77 секунд. Довольно долго, я считаю. посмотрим, что мы тут сможем нарисовать. Вот, например. Давайте попробуем скопионерить какой-нибудь из этих промптов. например, вот так. Ага, ну у меня нет негативного бендинга, поэтому может повести себя неправильно. Там просто немножко по-хитрому было сделано. тогда сюда залезем. Мне просто лень сейчас придумывать какой-то промпт, поэтому здесь как-то ворклоги не очень хотят прикладывать. Допустим, вот так. вот этот глюк я не могу сказать на скидку как излечивать. так, вернемся вот и негативчиков. Так, заодно запомним какой-то сэмплер. Это Karos 14. 14 к 35. Нифига себе. Так, сэмплер у нас был Karos. Какой именно только я проглядел, каюсь. Так, мой любимый 2М. Так, ДПМ, 2М, Karos. Так, 14 к 35 там по-моему было. Ну, теперь главное, чтобы она сейчас сисек не нарисовала где попала. Ну, че, поехали пробовать. Как ни странно, это моя первая попытка нарисовать аниматяночку. Чпок и в дамках. Ну, неприятности эту мы прибережем. Так, давайте попробуем снизить ее G-scale и на всякий случай поменяем сэмплер чисто для сравнения, как эта штука себя поведет. Вот. Здесь она немножко по-другому намазывает шумом. да, что-то похожее. Ну, выглядит, черт подери, совершенно иначе. Тут уже цветочек появился вот в этом месте. Где-то мы еще эти ансестеры не использовали. Давайте сравняшки включим. Вот раз, то, что мы нарисовали Каросом, вот то, что дадимом. Я не буду сейчас сгородить полное сравнение всех сэмплеров. Мне сейчас самое главное просто объяснить, как все вот эти мелочи. Если нам нужно картинку повторить, я уже начинаю храпеть, поэтому скоро будем сворачиваться. Да, я, в принципе, почти закончил. И для прикола попробуем, во-первых, сделать вот так 8 и 30 шагов вот здесь. как себя поведет Эйлер, потому что, напомню, он на каждом проходе картинку мутирует. Соответственно, он будет дорисовывать детали там, где другие их могли прошляпить. Вот, например, косичка появилась далеко не сразу, обратите внимание, или что это там у нее? Я имею в виду вот эта веточка появилась далеко не сразу. поначалу ее тупо не было. Вот опять же, попробуем еще раз. Заливаем шумом. Вот, шляпка. Шляпка поменяла цвет, вот здесь появился цветок. О, оборки появились только на половине генерации. Вот так примерно и работают сэмплеры с приставкой А. Ну вот, собственно, и вот, те глазастики, которые у нас получились. А в остальном, наверное, поговорим уже в следующей нашей серии, так сказать. Всем, кто присутствовал, большое спасибо. Предложения, пожелания, прошу в комменты. До скорого, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok.